Компания Globus платит нам деньги за то, что мы когда-то делали даром. А в этом видео мы с вами проведем короткую экскурсию по внутреннему кабинету на сайте. Что ж, добро пожаловать! Итак, если говорить коротко, то компания Globus делится на два основных сервиса. Сервис Люди и сервис Реклама Первый сервис предназначен для тех людей, которые собираются строить бизнес в данной компании. Второй же сервис предназначен для рекламодателей. Давайте начнем с первого. Сервис Люди. Он делится на несколько основных разделов. Раздел Команда, Финансы, Ваши данные, Статистика, Загрузки и Информация. Ну а теперь более подробное. Раздел Команда. Она делится на несколько подменю. Меню Ваша Команда, Меню Спонсоры, Меню Статистика Команды, Меню Ваши Ссылки и Меню Ваши Баннеры. В меню Команда вы можете просмотреть всю свою структуру партнеров. Как в первой линии, так и во второй. Также вы можете просмотреть и структуру ваших партнеров. Для этого необходимо открыть аккаунт того партнера, у которого уже есть свои партнеры. И нажать на соответствующую кнопочку, чтобы посмотреть его личных приглашенных. Следующее меню – это меню Спонсоры. Тут отображается Ваша спонсорская ветка вплоть до седьмого поколения. В самом верху находится тот человек, который пригласил Вас лично. Ниже находится тот человек, который пригласил Вашего прямого спонсора. И так далее, вплоть до седьмого уровня. Следующее меню – это статистика команды. В этом меню вы можете отслеживать, сколько контентов просмотрели вы вчера и сколько контентов просмотрели вы за сегодня. И также можете отследить статистику своей команды в числах. Следующее меню – это меню Ваши Ссылки. Это меню предназначено для приглашения партнеров в Вашу команду. Для этого нужно копировать ссылку либо для партнеров, либо ссылку для рекламодателя. Напомню, что с рекламодателей мы получаем по 10% с каждого пополнения рекламного бюджета. Следующее меню – это меню Ваши баннеры. Тут находятся рекламные баннеры, которые вы можете использовать на своих сервисах, на своих блогах, либо использовать в качестве рекламы на баннерных площадках. Переходим к следующему разделу – это раздел Финансы. Он делится на два основных меню. Это меню Баланс. В этом меню вы можете просмотреть свой текущий баланс. Также можете сделать внутренний перевод денег любому пользователю компании и заказать выплату на WebMoney, либо на PayPal. Ну и также просмотреть свою историю платежей. Следующее меню – это меню Доход. В этом меню вы можете просмотреть историю поступления от вашей команды, либо историю доходов от приглашенных вами рекламодателей. Следующий раздел – это раздел Ваши данные. Это меню обязательно для заполнения. Тут нужно указать свое имя, фамилия, ваш гендер, то есть мужчина вы или женщина, указать свою дату рождения и при необходимости указать свой логин. Также, если вы опуститесь чуть ниже, вы сможете указать свой e-mail для связи, номер телефона, скайп, либо страницу в социальной сети. Не забудьте нажать на кнопку «Сохранить». Все это нужно для того, чтобы ваши партнеры могли с вами связаться. И чуть ниже вы можете указать свои реквизиты. Не забудьте нажать кнопку «Сохранить». Следующий раздел – это раздел «Статистика». Тут есть три меню. Первое меню – это меню Ваши рекламные контакты. В этом меню отображается статистика Ваших личных просмотров. Следующее меню – это меню «Выплаты». Тут отображаются выплаты абсолютно всех пользователей компании. Следующее меню – это меню «Доска почетов». Сюда, наверное, мечтает попасть каждый пользователь компании. Следующее меню – это меню «Загрузки». Тут вы можете скачать и установить нужную программу для вашего устройства. Следующий раздел – это раздел «Информация». Он тоже делится на несколько подменю. Итак, первое меню – с чего начать. Тут информация для новичков. Следующее меню – это ссылка на наш YouTube-канал. Обязательно подпишитесь на наш YouTube и не пропускайте новых видео. Следующее меню – это меню «Отзывы». В данном меню вы можете прочитать отзывы наших партнеров, а также оставить свой личный отзыв. Для этого нажмите соответствующую кнопочку. Следующее меню – это меню «Новости». Тут отображаются последние новости компании. Следующее меню – это меню «Маркетинг-план». Тут вы можете ознакомиться с нашим маркетинг-планом, кто сколько на каком уровне зарабатывает. И также вы можете поиграться с калькулятором возможного заработка. Следующее меню – это меню «Отсервисе». Скорее всего, на этой страничке вы уже были, так как это является нашей главной страничкой. А теперь давайте разберем следующий сервис – это сервис «Реклама». Как я уже и говорил, он предназначен для рекламодателей. Этот сервис тоже делится на три раздела. Раздел «Компании», раздел «Баланс» и раздел «Информация». Начнем с первого – раздел «Компании». Тут вы можете создать и отредактировать свою рекламную кампанию. О том, как правильно это сделать, мы выложим отдельное видео. Следующий раздел – это раздел «Баланс». В этом меню вы можете просмотреть свой текущий баланс, а также сделать пополнение на нужную сумму. Следующий раздел – это раздел «Информация». Оно делится тоже на несколько меню. Первое меню – это меню «Дизайнеры». Тут отображаются те дизайнеры, с которыми работает наша кампания. Следующее меню – это меню «Новости». Тут отображаются новости для рекламодателей. Также тут присутствует меню «Наша аудитория». Тут присутствует вся нужная информация для рекламодателей. И последнее меню – это меню о сервисе. Помимо этого, на сайте присутствует меню «Настройки». Тут вы можете заменить свой текущий пароль, а также включить функцию контроля IP-адреса. Это нужно для безопасности вашего аккаунта. Если у вас есть вопросы касательно кампании, их вы можете просмотреть в меню «Частые вопросы». Если же вы не найдете ответа на свой вопрос, то вы можете обратиться с поддержкой. Также хотелось бы напомнить, что сайт поддерживает три языка – английский, украинский и русский. Также, если вы опуститесь вниз нашего сайта, вы сможете найти кнопки социальных сетей – «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Ютюб». Друзья, компания «Глобус» – это пассивный доход. Думайте о будущем уже сегодня. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok